Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». Что можно придумать лучшего, чем смотреть футбол, а уж тем более такие матчи, где одна команда может забить 7, а потом пропустить 7, а потом забить 3, а потом еще и узнать своих соперников дальнейших в Лиге Европы. Сегодня состоялись матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы. Чемпионат России закончился 20-м туром и были очень и очень интересные результаты. Давайте об этом поговорим в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Кириллом Узалевским, Евгением Воронином и Константином Щербиненко. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Мы начнем свое обсуждение, а вы присоединяйтесь к нам в прямой эфир. Телефоны вы скоро увидите на своих экранах. Евгений, можно много говорить? 2-1, проиграли достойно, Манчестер Юнайтед. Либо Манчестер Юнайтед не играл, либо ЦСКА так был хорош. Наверное, и то и другое, я бы сказал. Потому что мы смотрелись действительно хорошо. Как ты сказал, мне не стыдно за то, что продемонстрировала команда. Но Манчестер показал, что он может за 2 минуты сделать результат. И опять уснуть. Ну, на самом деле, они в первом тайме пытались это сделать. Но нас, скажем так, хватило на первый тайм только. Сдерживать атаки. Мы сдерживали как могли. Даже мяч забили. Ну, вот вышел Манчестер после перерыва и сделал результат тот, который хотел. И даже в Лиге чемпионов в финале, да, помнится, за 2 минуты проигрывая... Ну, тот же Манчестер. Да. И выигрывает 2-1. То есть, ну, показал, как он может играть и как должны играть наши команды. Потом преподнес им урок. Константин, тебе не показалось, что Манчестер Юнайтед просто играл в кошки-мышки с ЦСКА? И действительно, когда надо было, они за 2 минуты забили два мяча и опять пошли в свою игру играть? Ну, нет. На мой взгляд, кошек-мышек никаких не было. Все-таки Манчестер Юнайтед команда мастеровита. И то, что продемонстрировал в который раз, да, забив два мяча за 2 минуты неполные. Но поддержу Евгения. На мой взгляд и на мой взгляд, наверное, многих болельщиков ЦСКА смотрелись очень достойно. Имели какие-то контрвыпады, но, к сожалению, ими не воспользовались. Тут можно сказать, что ЦСКА, наверное... Опять же, я смотрю некоторые обозревательные отзывы тех или иных журналистов. Они ставят ЦСКА 5 с минусом. Я, в принципе, согласен. И, наверное, ЦСКА их трудолюбие. 5 с минусом по игре или по общему результату? По общему результату, да. Выступление по игре, может быть, где-то можно было добавить. Но, опять же, если сравнивать команду Слуцкого, да, вот в ноябре, в декабре, то команда выглядела немного подуставшей. Здесь же все-таки видна рука Гончаренко. Он мобилизовал команду, добавил молодого такого некого азартного непосредственно игры на поле, да. То, что себя очень хорошо продемонстрировали. И ЦСКА, в принципе, вот жеребьевки, я думаю, в том числе немножко подвезло. Сергей, в игре с Манчестер Юнайтед на поле одновременно были 11 российских футболистов. Такого не было никогда в истории, ну, Лиги чемпионов точно, в российских командах. Да, мне кажется, и в остальных командах, наверное, это редко можно представить. Были? Были, ну, вот, когда Динамо-кризис начался. А Динамо в Лиге чемпионов играло? Нет, я не про Лиги чемпионов. Я говорю про Лиги чемпионов. Нет, ты сказал Лиги чемпионов и в других ты сказал, вот так вот. Я тебе про других. Нет, в других командах я имею в виду. А, в которых участвовали в Лиге чемпионов? Нет, ну, это понятно, да. Они, по-моему, в Лиге чемпионов-то я уж не помню. Ну, атлетик попадал как-то, да. Ну, молодцы. Нет, к этому я и призывал, что хорошо, что молодежь у ЦСКА. Видишь, тут, как говорится, и было бы, как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Да, у ЦСКА проблемы возникли с игроками, да, с финансами, наверное, да, не могли подкупить к Лиге чемпионов таких классных игроков. И поэтому Мельчаренко вынужден просто выпускать молодых игроков, которые действительно даже показывают. Я сегодня читал одного из, не помню, сыграл, который молоденький первый раз вышел в ЦСКА. Макаров. Макаров. Он сказал, что я благодарен, что мне дали такой шанс и опыт, бесценный опыт сыграть. А нет, Макаров не играл в Лиге чемпионов. Я помню, что он редко вообще у вас появляется. Он попал, мне кажется, первый раз, может быть, там, или второй. Вообще вышел в основе, что люди получили бесценный опыт, молодежь. Поэтому, ну, а что делать? Это все понятно. Это все понятно. Кирилл, скажи, пожалуйста, я думаю, что ты прекрасно помнишь чемпионат России 1996 года, да, когда Спартак стал чемпионом. Как говорили с Ярцевым, как говорили, он с пионерами выиграл чемпионат. Вот скажи... Ну, тем не менее, вот скажи, из того состава 1996 года, да, когда многие возлагали надежду, что вот они молодые пришли, и сейчас они... Ты помнишь кого-нибудь из того состава? Ну, Титов там начал играть. Ну, Титов там начал играть, да. Ну, ряд был, сейчас сложно вспомнить, 29 лет прошел. Даже Робсон не играл тогда? Робсон был, да. Либо в 1997, либо в 1966 году Робсон был. Нет, но было очень много молодежи, порядка 6-7 человек из дубля было тогда. Это не был трехкомат, был дубль, был превышенный. Да, это одно из самых ярких чемпионств. Это одно из моих любимых чемпионств вообще Спартака. Да. Вечно Таримир Кетчинов тоже играл. Тихонов тогда заиграл. У меня уже был постарше, но все равно. Что касается матча ЦСКА с Манчестером, у меня представление, что большой плюс ЦСКА, что эта молодежь, она не испугалась. А выше и не испугалась, а физические кондиции как раз помогли в данном случае ЦСКА, потому что быстро двигались. Ребята молодые, всего много, быстро бегают. И создавали сложности Манчестера в определенное время. Так что вполне сыграл команду, вполне. Вот смотрите, есть такая определенная моя любимая статистика, что ЦСКА забил Манчестер Юнайтед два мяча, а все остальные команды смогли забить Манчестер Юнайтед только один. То есть, ни Бенфика, ни Базель не смогли больше Манчестер Юнайтед забить все вместе. То есть, Манчестер Юнайтед пропустил три, из них два только забил ЦСКА. Мы могли бы забить и больше, если бы играл Верблум и Натков. Ну, может быть. Манчестеру что-то нужно было последнее время? Нет, я просто о том, что статистика. Теоретически, да. Им надо было что-то Манчестеру. Да. Но статистика, в общем, такова. Действительно, можно поздравить армейских болельщиков, достойные выступления. И, может быть, хорошо, что именно так сложилось. Почему? Потому что, если бы ЦСКА все-таки побеждал Манчестер, набирали 12 очков, и с таким же результатом финишировал и Базель, и даже с этим результатом ЦСКА не проходил бы дальше. Может быть, да, это какая-то внутренняя радость присутствует. Хотя, я говорю раньше, проходной балл сколько у нас был в Лиге Чемпионов? По-моему, там 7 очков. 6 очков в Зенит. А тут 9 не прошли. Кстати говоря, есть группы. Да тут Барусия с двумя очками куда-то вышла. В Лигу Европы. Да, с двумя очками команда вышла. Да, о чем и речь. Нет, а даже есть команды, которые с 9 очками вышли в следующий этап Лиги Чемпионов. То есть это тоже, да, говорит о том, что ЦСКА в этом сезоне можно смело поставить. Но он больше и набрал очков в этом турнире. По-моему, 14 очков, да. Спартак очень поменьше. Да, у нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Скупые слезы болельщика ЦСКА были? После матча в Манчестере скупые слезы были? Нет. Я не ожидал, что аргейцы могут выиграть. Дело в том, что в Манчестере ничего не надо было. Ровным счетом. Даже если бы они и проиграли, они все равно оставались на первом месте. Ну, это да. Со своими 12 очками. Единственное, если бы армейцы у них выиграли 5-0 и далее, ну тогда еще может быть, но это же нереально. Конечно. Как сами понимаете. В этом составе армейцы выиграть практически, в общем-то, ничего не могут. Игол, который был забит, на мой взгляд, был забит чисто случайно. Попал в спину. Но мяч и так летел в ворота? Нет. Я не уверен, что он летел в ворота. Может быть, он бы пролетел мимо ворота. Не знаю. Так как было показано, трудно было судить, влетел ли бы он в ворота. Я не уверен абсолютно. Но не все же Щенников, да, должен подставлять спину и в мяч влетает в ворота. Надо было подставить и Дзагоева. Жень, я ведь тоже говорю по игре. Практически армейцы давно ничего не создают. Чего уж там. Я уж не говорю про игру со Спартаком, это когда будем обсуждать, тогда и обсудим. Девять очков в Лиге Чемпионов набраны. В этом есть заслуга команды, как таковой, своей игрой? Есть. Есть, конечно. Правильно. И тем не менее, все равно я считаю, что некоторые иголы были забиты чисто случайно. Не потому, что там была хорошая комбинация и так далее и тому подобное. А комбинация, кстати, неплохая была. Некоторые были забиты случайно. Ну, неважно. Девять очков набрали. Хотя состав, откровенно говоря, слабенький. Чего там говорить. С таким составом в Лиге Чемпионов, на мой взгляд, делать нечего. Никто не спорит. Никого не покупают, не усиляют. Почему? Это другой вопрос. Все будет в дальнейшем. Женя расскажет. Да. Подождем. Поживем и увидим. Это правда. Спасибо. Будем обсуждать еще один матч с участницей СК. А теперь давайте перейдем так плавно к матчу Ливерпуль-Спартак. Ой. Сколько же различных… Да. Ливерпуль-Спартак 7-0. Сколько же различных мемов после этой встречи на просторах интернета появилось. Кирилл, тебе какой больше всего понравился? Ну, рекорд не побит. Про 0-7. Про 0-7 про емкость горячительного напитка. Возьмите уж 0-7. Возьмите 0-7. Возьмите 0-7. Скажи, пожалуйста, почему так случилось? Знаешь, Олег, я… На взгляд болельщика. Знаешь, Олег, я… Я матч не смотрел. На обстоятельства сложились, что я был в поездке. Угу. Полете. После того, как я зашел и увидел, что там 5-0, а потом даже 7 минут, я просто не стал уточнять. Я не стал пересматривать. Я запретил себе доступ в интернет и так далее. Я просто… Ну, есть, конечно, добрые люди. Мне вот сообщали, вот Евгений неустанно писал в чате. Меня радовал. Ну, кто-то должен был тебя радовать в полете. Как я понимаю, знаешь, это было… Ну, такое затмение было у команды. В прошлом сезоне так «Спартак» играл с «Крыльями Советов», когда проиграл 4-0. В общем, неплохую игру команда показывает. И потом необъяснимый адский провал совершенно. 7-0 это дает по башке кому угодно. И, конечно, было тяжело. По матчу говорить, по-моему, нечего. Сыграли… Ну, никак не сыграли. Джики был разобран просто на части. Один из лучших наших защитников, который, как мы говорим, правда, не на своей позиции играл, сколько я понимаю. Он играл крайне в данный момент. И не справился со суперскоростной атакой в лице Салаха и так далее. Вот. Помутнение. К сожалению, с нами случилось, со «Спартаком». Но, надеюсь, это не случилось с нашим телезрителем, который только что до нас дозвонился. Добрый вечер. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я, вот, болельщик «Спартака», очень с большим стажем. Короче, я вот к Кириллу вопрос. Вы с какого года «Спартак» болеете? С 88-го. С 88-го. Ну, я на стадион начал ездить с 88-го года. С 88-го, да. Я, например, с 75-го. Вот вы, сейчас вот, 96-го года, мне что обидело, если вы такой болельщик. Вы много не назвали. Там команда была просто супер. Как вы можете вот так вот сажать «Спартак», когда вы даже 96-го года не знаете состав команды? Ну, хорошо, назовите его прямо сейчас. Назовите мне состав 96-го года. Приходите на передачу. Прошло, Горлукович, Кеченов. Кеченов, Горлукович называли. Мы уже говорили. Дальше. Сымбаларь. В 90-м году играл, кстати. Мы с тобой были? Не с тобой. Играл, играл. Ну, пять. Ну, ледях. Да играл, ну что вы. Все, в 96-м году. Нет, мы говорили… Стоп. Вопрос поставлен, во-первых, был мною по-другому. Кто из молодых, которые вот были вот этими пионерами, добывали чемпионство? Кто эти пионеры? Что-то Сымбаларь, Горлукович пионерский. Горлукович, Сымбаларь уже к тому моменту уже были теми, кто они есть. Все равно он, выступая по телевизору, не может назвать состав. Да его не просили. Хорошо, хорошо. Мы ему обязательно сделаем после эфира, не знаю, замещание, Кирилл. И я попрошу тебя к следующей передаче состав 96-го года. Ну, в общем-то, как на зубок. Спасибо большое. Ваше отношение к тому, что произошло в Ливерпуле? Ну, скорее всего. Спасибо. Жалко, что… Олег. Да, если можно, как нейтральный болельщик, да, обсудить матч. Ну, это вот такой страшный сон, который с каждым… Я на предыдущей программе обсуждал, что «Спартак» – это такая команда, которая может и крупно выиграть, и крупно проиграть. Что, в принципе, за эту неполную неделю мы уже узнали. И, наверное, как болельщику, как человеку, который пристально смотрит наш чемпионат, можно только выразить разочарование, что вот на такой вот ноте, когда вот кульминация, все только заканчивается. Нигде, ни в театрах, ни в кино нет такого, чтобы все на самом интересном моменте заканчивалось. Как правило, есть какая-либо развязка. Здесь же развязка нас будет ждать только в марте. Матчем также дерби «Спартак» и «Локомотив». «Спартак» набрал очень неплохой ход, как, в принципе, да, и многие команды… Теперь уход свой в отпуске… Да, и вот сейчас отпуск, опять же, как команда будет себя проявлять. Ну, опять же, думаю, для нейтрального болельщика то, что наши команды достойно обе смотрелись в Лиге Чемпионов, это, наверное, огромный показатель. Сколько у нас получается? 15 очков на две команды? Я думаю, такого давно не было. Это я согласен. Это я согласен. Это я соглашусь и с Кириллом, что, действительно, какое-то помутнение было, помешательство. Но, если брать от точки мою любимую статистику, только четыре раза за всю проведение Лиги Чемпионов был зафиксирован подобный счет. «Спартак» установил рекорд среди российских команд, который очень долгое время принадлежал ЦСКА, когда проиграли… Ну, у ЦСКА другие рекорды есть, да? 90-й год, по-моему, 6-0 было. 6-0 было, совершенно верно. Да. Наверное, это как бы страничка истории, которую, слава Богу, «Спартак» перевернул уже в игре. Ну, видишь, какой из огня, да, в полуме получился. Да, с ЦСКА. Это отборочная лига. Сначала 5-1 Севиль, потом 7-0 от Ливеркуля. Что буду больше вспоминать? Вспомнят и то, и другое, то, что «Спартак» вышел в Лигу Европы. Надо продолжать играть, надо дальше делать что-то. И, к сожалению, я буду вспоминать еще и матчи с «Марибором», когда реально «Спартак»… Не везение. Даже должен был добивать. Добивать, конечно, должен был. Да, должен был, да. Ну, что ж… Еще один, хотя он немножко ремарку сделал по этому матчу, да. Мне кажется, что вот как раз вот в игре с ЦСКА, да, вот «Манчестер» сделал результат, да, и стал играть в футбол, как ему нужен. Какой, скажем так… Ему удобнее играть. Ему удобнее играть, да, наверное. А вот «Ливерпуль» он не стал, он просто стал… В этом плане «Ливерпуль» не прагматичная команда. Они не прагматичные. Еще бы минут 30 продолжалось. Я думаю, счет был бы, к сожалению, двухкратный. Да, может быть, нет. Дело в том, что следующий матч был у «Манчестера» с «Ман Сити», поэтому такое у них дерби было, да. Ну, а «Ливерпуль» тоже… Английская у меня есть любимая группа, но она не из «Ливерпуля». У них есть альбом, называется «Внезапное помутнение рассудка». Кирилл прав, действительно, случилось какое-то внезапное помутнение рассудка, потому что «Спартак» было не узнать. Кирилл вот не смотрел, да, но такие ошибки… Даже вратарь не спасал, понимаете. Вот Селихов там мог бы в нескольких моментах даже спасти, потому что, ну, раз защита развалилась, ладно, ну, хотя бы вратарь мог бы выручать. Но залетало, действительно, все. Залетало, залетало, и мы помним голы, все залетало. Даже как в сборной России. Да, он с Португалией. Если помним матч, да, залетало все практически. З 8 ударов по воротам, 7-1. Все, хватит. Все, хватит. Переходим к ЦСКА «Спартака». Хватит мучить болельщину «Спартака», по крайней мере, именно результатом этой истории. Меняем картину. Переходим. Переходим к следующему турниру «Лига Европы». Тут-то наши команды, как говорится, отрываются и чувствуют себя достаточно вольготно. Итак, «Фастаф», «Локомотив». Были у меня переживания по поводу результата этой встречи, но, слава богу, судья услышал мои переживания. Удалил игрока «Фастаф» и там на 50-х каких-то минутах, да, или какой-то… Где-то 14. Поставил три пенальти. И, значит, «Локомотив» победил и вышел. С первого места, да. С первого места. Можно сказать, что там, в принципе, в другой игре Копенгаген одержал победу, да, на шерифах. И шериф-то улетел, да. Жалко мне шерифу, да. То, что мы долго вылезали, что шериф вообще имел на первом По игре, по игре. Да, по игре. А здесь же «Локомотиву», на самом деле, где-то помог К рефери и удалил игрока. Но, посмотрев обзор матча, можно сказать, что и «Локомотив» Думаю, одержал бы победу без вот этого удаления. Настолько хорошо набрал форму Джефферсон-Фарфан и вообще Полузащита, Миранчук. И то, что сейчас в отсутствии двух ключевых игроков, как мне кажется, Арии, Чорлуки, да, защитника нашего ключевого «Локомотива» так играет. Что они есть в составе «Локомотива». Костя, признайся честно, в этом году «Локомотива» прет. Честно, так коротко, если скажу. У «Спартаку» прет. У «Спартаку» прет. У них есть доля везения на последних минутах, что в принципе и в Лиге Европе. Это к чемпионству приближается. Это вопрос к чемпионству, да. А скажи, скажи, пожалуйста, «Спартак», «Спартак», когда в прошлом году становился чемпионом, он от Лиги Европы отказался. Я так условно говорю отказался, но тем не менее. «Локомотив» то пошел. Как помнится, у «Спартака» была немножко другая позиция. Они отключились от Лиги Европы вообще в самом начале. Даже не берем мы групповой этап. А здесь же «Локомотив» в любом случае, как обладатель Кубка России, они попали в Лигу Европы. Хорошо, но в «Весну» то чего выходить? Ну как, ну проигрывать «Фасту» как… А почему нет, Олег? Почему? Лишние матчи? Это первый матч провести в марте или в феврале? Я скажу, потому что другим командам в Лиге Европе вообще не хотелось выходить. «Шериф» не хотел выходить? Ну только, может быть, «Шериф». Нет, «Шериф» как раз и опирался. Здесь был явный не претендент «Фастафы», где «Локомотив» одержал 6 очков. А там, в принципе, с другими командами «Локомотив» сыграл свою игру, особо не напрягаясь в ничью. Где-то даже получилось проиграть. И я считаю, что закономерно, и все же Лига Европы не лига чемпионов, но, по крайней мере, какую-то прибыль приносит. Нет, это все понятно. Кстати говоря, помните, на прошлой передаче я сказал, что группа, в которой находится «Локомотив», единственная группа, где команда, которая находится на первом месте, не обеспечила себе выход. Слушайте, так и получилось. Шериф с первого места был до последнего тура и не ушел. Я считаю, что «Шериф» вылетел даже. Я за него болел, но вылетел. Потому что сейчас они, так как будут нуждаться в деньгах, они могут продать нам полузащитника вот этого. В Динамо, да? Да, скауты ездили в Копенгаген. Я не знаю, почему они именно в Копенгаген поехали смотреть, когда он приезжал сюда. чем «Локомотив». Вот они ездили смотреть, он стоит полтора миллиона. Я не знаю, понравился, не понравился. Ну, пока говорят, что должен появиться «Динамо». Молдавских рублей? Он бельгийец. Какие рубли? Не, молдавский, если он играет в «Шерифе». Не, ну, заплатим молдавским нам. В «Динамо» все говорят. На самом деле, я очень рад. «Локомотив» не стал делить турниры. Все-таки «Локомотив» и в чемпионате уверенно идет уже не первый тур, да? И смотрите, в Лиге Европы у него все получается. Значит, команда на ходу, значит, тренер работает, значит, все в этом клубе поставлено на задачу. Я думаю, что да. И вот трудолюбием, наверное, в какой-то момент из жребий нам, можно сказать, 50 на 50 получилось, да? Вытянуть из корзины Ниццу. Это мы сейчас еще поговорим. Да, это очень интересное жребие, как мне кажется. Давайте, давайте, чтобы время набираем, набираем ход, а то мы Реал Соседат, «Зенит». Давайте также вспомним, как закончился этот матч. 3-1. 3-1, да. «Зенит» победил. Он и так уже обеспечил себе место, но теперь уже с первого места, да? Более того, Олег Бронислав Иванович стал вот в этом туре лучшим игроком, признан, ну, по версии… Ну, по версии, да. Иван Иванович Торчество? Да, Иван Иванович Горлакович Сергеевич. Гол забил. Гол забил через себя в падении. Это да. Через кого? Через… Это тоже нападающий был Реал Соседат. Ну что ж, давайте подведем небольшой итог. Четыре команды у нас вышли в весеннюю часть европейских турниров. Два из Лиги Чемпионов – «Спартак» и «ЦСКА» и «Локомотив» «Зенит» из Лиги Европы. И прошла вчера «Жеревьевка», и мы видим на экранах… Давайте тоже сейчас отсудим. Итак, «Цервена Звезда» досталась «ЦСКА», «Селтик» достался «Зениту», «Спартаку» достался «Атлетик» «Бильбао» и «Локомотиву» французская «Ницца» досталась с «Балателли» и со всеми остальными. Ну, интересное «Жеревье», согласитесь, да? А я бы сказал, он не то что интересный, а он нормальный. Нормальный, да. Это нормальное «Жеревье», да? Скажи, Олег, по силам нашим командам выйти из «1.16» дальше в «74» или же все-таки кто-то оступится? Смотрите, а не было совпадений по группам? Мы не встречаемся друг с другом в «1.8»? Нет, в «1.16» точно разводили. Нет, разводили, а в «1.8» мы могли попасть в «Российские команды». В «1.8» могут, да. Вот не попали, не помнит никто эту информацию. Если бы попали, то уже сказали. Я такого не слышал просто. Я такого не слышал просто. Итак, Евгений, «Цербена» звезда. Лучший друг «Спартака». Лучший друг всех «Спартакских» болельщиков «Красно-Белый». Но ты не забывай, что у нас есть тоже друзья в «Сербии». «Партизаны». «Партизаны». Я думаю, тоже они придут и поддержат нашу команду в «Белограде». Придут, но, наверное, «Спартака» будет побольше. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим. Все-таки гостевая трибуна как-то так. На самом деле, нормальный жеребий нам достался. Я думаю, что если мы еще, может быть, нападающего подкупим в межсезонье, я думаю, что… «ЦСКА» достойно играю с «Манчестер Юнайтед». Сейчас «ЦСКА» достается от «Серверно-Звезды». Тоже красно-белые. Это уже должно быть предсуждение. А «Серверно-Звезды» — армейская команда. «Серверно-Звезды» — это не они или «Краснодар»? Да, они. «Серверно-Звезды», если мне не изменяет память, играли на матче открытия. Там же играет кто-то со «Спартаком». Конечно. «Баба-Адаму» или «Адама-Баба», помнишь, играл? «Серверно-Звезды», если не ошибаюсь, играет сейчас «Дани», который перешел из «Зенита». Правильно? «Дани» играет в «Фраге» в «Славе». Итак, идем дальше. «Спартак» — «Атлетик» — «Бильбао». Я думаю, многие болельщики со стажем знают о том, что в этой команде играет только «Баски». Выходцы из провинции Баскония, совершенно верно. Как вам жребий? «Бухо знает». Насколько я знаю, у них какие-то послабления пошли в последнее время. Есть не только «Баски», а парочка другая футболистов. Сложно судить. «Грандом» команда никогда не была. Это правда, соглашусь. «Испанский футбол с испанцами играет интересно и весело. В этом плане, мне кажется, сложнее всего придется «Локомотиву». «Ницца» — команда раздолбайская. Я с ним немножко за ней слежу. «Главец с главным раздолбаем». «Балотель», но все равно наша команда исторически с французами играет тяжко. А с испанцами я жду хороших матчей. И выезд хороший. Все веселые матчи, мне кажется, будут. «Зенит» — локомотив «Ницца». Мы с французами всегда играем очень плохо. Всегда. У нас с французами статистика просто какая-то убийственная. Из десяти матчей одна победа. Да? Ну, я просто знаю, что… «Нан» — мы проигрывали, «Марселю» проигрывали. «Асеру» проигрывали. «Лио» — проигрывали. «Постоянно». «И Марселю» и так далее, и так далее. Но с «Ницца» мы не играли. Вот что интересно. С «Ницца» — да. И «Ницца», согласен я с Кириллом, что, может, она команда не раздолбайская, но она, скажем так, на качелях. Они в чемпионате то идут неплохо, то резко у них поражение в три матча делается. И у них выделяется, конечно же, линия атаки очень серьезная, где много мастеровитых футболистов. Но, опять же, здесь все же я не смогу ни «Локомотиву», ни «Ницце» не отдать там явное преимущество. 50 на 50. Здесь, как команда подойдет, опять же, к Лиге Европе. Может быть, у «Ницца» будет преимущество из-за того, что у них чемпионат начинается немного раньше. Да. Поэтому, опять же, будем болеть за своих. Но, в любом случае, «Ницца» — интересный соперник. Будем наблюдать. Ну, говорят, «Плотель» очень не любит снег, поэтому... Поэтому, в марте... Да, хорошо, что... Ну, и «Селтик», «Селтик» — чемпион Сия Шотландии и так далее. Вечный. А там всего две команды. Да, «Глазго» и «Селтик». Да, «Глазго» два года в первой лиге играл. Да, я говорю, что «Селтик» — один еще бывает. «Селтик» — это самая, пусть будет сложная пара. Я назову «ЦСК» — «Цервена» — это самая легкая пара, а все остальные — 50 на 50. Но все-таки «Селтик» — не подарок. Они из года в год играют в Лиге Чемпионов, и у них серьезный подбор игралков. Ну, я честно скажу, я не посмотрел насчет «Цервена» — «Звезды», как они сейчас выступают, какие у них вообще... Ну, это вечно, да. Я считаю, сквозь не соглашусь, я считаю, что «Зенит» именно может пройти «Селтик», а вот остальные три команды будут проблемы, ну, как 50 на 50. А «Зенит», я думаю, где-то 70 на 30. Потому что «Селтик» очень примитивно играет. Вот он сколько лет, я смотрю, за ним с «Динамо» играл, когда тренировал, они ездили туда. Ну, помнится, что «Барселона» даже в «Селтике» 1-0 всего лишь там выиграла с тем же самым важным Месси, ужасающим. Такой момент. Да, к сожалению, да. Ну что ж, естественно, посмотрели жеребьевку и уверен, что сейчас наши футболисты отдыхают, уехали в теплые края и уже рассматривают своих соперников уже под более пристальным вниманием. Давайте переходим к чемпионату России, тем более состоялось дерби в Сея-Руси, ну, а прежде чем мы об этом поговорим, вспомним все результаты 20-го тура. Итак, «Тосна», «Локомотив» 1-3, «Локомотив», он учится к своему чемпионству, мною, кстати говоря, непрогнозируемому. «Ахмат», «Зенит» 0-0, достаточно неожиданно, но оправданно. «Ростов», «Уфа» 1-0, «Спартак», «ЦСКА» сыграли также в этом туре, это чтобы не сыпать соль на рану Евгения. «Амкар», «Краснодар» 1-3, «Рубинск», «Хабаровск» 3-1, «Динамо», аплодисменты, я выигрываю «Танжи» 2-0 и «Ураларсенал» 1-1. Ну что ж, у нас чемпионский ход набрала команда «Локомотив», и именно с этой встречи давайте мы начнем обсуждение 20-го тура. Итак, «Тосно», «Локомотив» 1-3. Скажи, пожалуйста, уже закупаешь ты шампанское в студию? Если честно, нет, 8 очков – это много, но это не тот показатель, благодаря которому можно сейчас смело сказать, что «Локомотив» – это уже чемпион. А, кстати говоря, извини, что перебиваю, «Локомотив» – единственная команда, которая после 20-го тура упускала чемпионство с разницей в 11 очков. Такой был сезон, когда ЦСКА выиграл чемпионство, по-моему, 2006-2007 года, я сейчас не вспомню. Поэтому это не предел, Олег, да. Нет, 2000 – это был сразу же пятый год. Или пятый год. Да, потому что тогда ЦСКА стала обладателем Кубка, просто у меня, да, свежая. Это 46 очков было у двух команд, и вот ЦСКА – 51 балл. Олег, очень хороший ход, очень интересный, но, опять же, почитав и посмотрев интервью Юрия Павловича Семина, он говорит, что фаворитов можете считать там кого угодно. Мы далеко не фавориты, идем по своей программе. Я, если честно, смотрел матч «Локомотив» с Тосно и ожидал более крупной победы на предыдущей программе. Да, там 7, ну, опять же, то, что мы играли, 2-0 повели, получили, нам Тосно забили один мяч, и потом, опять же, свою блестящую игру… А вот Фартакова повел 2-0, один получил, и потом второй, и… Да, да, могло и так получиться, но блестящую форму набрал атакующий игрок Джефферсон Фарфан, который из матча в матча спасает «Локомотив», и тот дает результат, и команда зарабатывает 3 очка. В принципе, если бы не Фарфан, Олег, мне кажется, и половины набранных очков не было бы в турнире на таблице. Соглашусь, так же, как и предыдущий чемпионский год «Спартака», когда Ник Глушаков там забивал такие мяки решающие. Да, я в начале сезона говорил о том, что «Зенит», скорее всего, уже после 10-го тура, я предрек, что «Зенит» чемпион, и вот сейчас результаты этой команды мне немножко непонятны. И я даже не знаю, подтвердятся ли мои прогнозы. «Локомотив», мне кажется, все делает для того, чтобы не только стать чемпионом, но и сказать мне, как говорится… Саня забрягает летом. Знаешь, у «Локомотива» очень такой ровненький благоприятный календарь после перерыва. Кроме «Спартака», у него нет таких контровых матчей. У него дом на выезде, дом на выезде с командами из середины. Ну, середина – низ, в принципе, все в руках. То есть, «Динамо» еще – да, середина – низ. А мы еще подтянемся. Может быть, Олег, ты говорил про «Спартак», то, что вышли из гонки тогда Лиги Европы, чтобы не мешало, и шли к своему чемпионству. Не знаю, какие будут обсуждения после того, как выполонится, но кто знает, может быть, все-таки «Локомотив» сделает ставку на чемпионат, и из гонки Европы по-быстрому. Понятно, по-быстрому может слиться в этом вопросе. Действительно, «Локомотив» молодцы. Молодцы, молодцы, еще раз молодцы. Я не помню последние сезоны, чтобы мы столько времени говорили о «Локомотиве», говорили о Юрии Павловиче Семине. Действительно, в российском футболе начинается какое-то обновление, оно не может не радовать. У нас, смотрите, «ЦСКА» был чемпионом «Зенит» последних лет, «Спартак» в прошлом сезоне. В этом «Локомотив» может быть. Мне кажется, это очень хорошо. Как вы считаете, господа? Хорошо, такая сменяемость, да. Просто конкуренция. Ты любишь статистику, «Спартак» ждал 16 лет, «Локомотив» сейчас без чемпионства 14 лет. Это, в принципе, не великая разница, да, в годах. В следующем году мы должны. В следующем году мы должны. По статистике-то. Мы-то сколько, 37 там? Да, да, да. Я еще в школу не ходил когда-то. 76-й год. А нет, уже пошел. Пошел. Уже пошел, заканчивал первый класс. Давайте идем дальше. «Спартак» ЦСКА. Аплодисменты. Дерби «Всея Руси» и аплодисменты всем «Спартаковским» болельщикам. Спасибо. Что-то динамик-то за… Ну а как же, «Динамо» приблизилось к ЦСКА, для них это победа. «Динамо» за столик. Да, имеет виду двойной. Нам тостно было с лицами. Я, честно говоря, не знаю, с кого начинать. С победителя. С победителя, да. Хорошо. Женя очень просил. Мы с Евгением общались накануне, да, после этой игры. Я сказал ему, ты сам себе ответил на вопрос, это «Спартак» выиграл или «ЦСКА» проиграл». А вот на твой взгляд, что было в этом матче? На мой взгляд, мы выиграли все-таки 3-0 счет, Олег. Это не 1-0, не 2-1. Ярких моментов у ЦСКА не было таких, чтобы взять, придавить, сказать, нам не повезло. Чтобы такого не было. У «Спартака» вычислили себя блестяще. Привил группа атаки, наша сильная сторона, которой не удалось раскрыться в игре с «Ливерпулем». «Ливерпуль» оказался в два раза быстрее, чем наша быстрая группа атаки, к сожалению. А в «ЦСКА» сработало для внутреннего пользования, для нашего чемпионата России. У нас лучшая атака, лучший от «Фарфана», я назову, как исполнителя. Великолепный у нас. И «ЦСКА» не смогло нашей атаке противопоставить контур-игру и свои защитные действия. Обратите внимание, что «Спартак» второй матч подряд играет почти 100 минут. Ну да. Матч в 90 минут продолжает прокат 100 минут. И «Пашалич» опять забивает. Там мемы есть. Если бы в каждом матче добавляли по 8-10 минут, «Пашалич» бы стал лучшим бомбардиром. Да, да, да. Это еще один великолепный. Промис долго молчавший. Промис забил наконец-то. В очень важном матче для «Спартака» забил дубль и сравнялся по количеству головов с лучшими нашими бомбардирами. Кокорином по 10 мячей у них. Ну и «Спартак» забыть как страшный сон от плача Ливерпуля. «Спартак» обыграл 3 команды из первой пятерки. За исключением «Локомотива». То есть, если бы не эти немыслимые 4 ничьих, 2-2, вот они 8 очков. У «Спартака» 3 поражения, так же как и 3 поражения у «Локомотива». Вот эти 8 очков отставания от «Локомотива». Потому что «Спартак» сделал заявку на «Чемпионство» вряд ли. Честно скажу, я не думаю, что удастся догнать «Локомотив». Только в том случае, если мы победим его после «Вочной встречи». Да, в «Очной встрече». Да, если «Локомотив» выиграет, все, этот поезд ушел и образно, и в реальной жизни. Я не думаю, что нам удастся все равно догнать «Локомотив», к сожалению. Но, по крайней мере, «Спартак» доказал, что предыдущий успех, предыдущий чемпионство не был случайным. Мы в гонке, мы в деле, мы стараемся, это важно. Я соглашусь. Жень, скажи, пожалуйста, «ЦСКА» настолько выглядел бледно в матче с «Дерби», что после того, после матча, я тебе сказал о том, что и это было «Дерби», и я смотрел, у «Спартака» было «Дерби». А что было у «ЦСКА», скажи мне, пожалуйста. Эмоции не хватило. У «ЦСКА» не было 7-0 до этого. Понимаешь? «Спартак» пришел для того, чтобы отыгрываться. Подожди. «Спартак» управлял. То есть, думаешь, это наш план такой был? Правильно, Жень. Устро играть был. Чтобы потом у «ЦСКА» разозлиться и настроиться. У нас был примерный план, и мы его держались. На самом деле, то, что я видел, это не была игра именно матча «Дерби» со стороны «ЦСКА». Это вот безволие каких-то футболистов, которые вроде бы умеют играть, но у них то ли не получалось, то ли как-то разладилась игра. Ну, не вышли они. Мяч не летел. Мяч не летел. Как в матче со «Спартаком», «Спартак-Ливерпуль», но не получалось что-то. «Спартак», он взял в руки и держал игру. Молодцы они. Что я могу сказать? А что ты можешь сказать? Уже скажи хоть что-нибудь. Что это был за футбольный матч? Во-первых, если бы мы каким-то образом забили… Я «Урал» растенал, с большим удовольствием смотрел. Если бы забили первый мяч, игра могла бы пойти по-другому. Но мы и мяч не забили. А с таким защитником, как Васин, который должен был срубать Самедова с правой стороны. Срубать тоже был. Он просто подъехался, прокатился и нам голевую атаку делают. Разве с таким защитником можно играть? Безобразие. Да, Васин, у Вас это засваный казачок. Я бы отметил еще раз. У нас есть… Да, Сереж, давай пообщаемся с нашим телезрителем. Забнина, забнина. Я хотел отметить, что он очень прекрасно сыграл на трех позициях. Да, универсалит блестящий. Забнина сейчас мы вспомним, конечно. Добрый вечер, давайте пообщаемся. Юрий Сергеевич. Добрый вечер, давайте пообщаемся. Совершенно бездарная игра. Вот. Абсолютно. А, про чем бездарные? Состровлю ЦСКА. Вы уточняйте. Ну, ты знаешь, что я объективен. Если команда играет плохо, я так и оцениваю, как она играет. Ну, три раза откатили мяч спартаковскому вратарю. Я не могу назвать это ударами. Именно откатили. И все. И что, не создали ничего? Нигде. Ни в обороне, ни в атаке. Ну, ни в чем. Я не увидел команды. Договорной мать. Я не понимаю, зачем игроки выходят на поле в таком составе, чтобы, прости меня, ничего не... Создавать видимость игры. Да, видимость игры. Я согласен полностью. А ты езду. В доле поперек катают, катают, пока не потеряют мяч, не получат мяч своего рода. Второй мяч забивали. Натха великолепно отыграл головой. Спартаков был. Дальше счет стал 2-0. Да, согласен. В этом вся игра. Кстати, Натха много ошибался. Натха много ошибался. Головин много ошибался. Вити не выпал из игры. Такая игра никому не нужна, Жень. Ну, Акинфиев. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я знаю, есть такие дни, когда ничего не получается у команды. Но люди стараются. Вроде бежишь, а ноги ватные. Еще что-то такое. Но это может проявиться в игре с другими командами. С Амкаром. Ну, пускай с Амкаром. Но не со Спартаком. Может быть, все-таки психологически. Тут был момент, что Спартак очень много получил в Лиге Чемпионов. Им нужно было оправдаться перед своими болельщиками. Там Спартак играл, скажем так, не супер самого себя. Там в два раза круче, чем он может играть. Он играл, как играет Спартак. Забили то, что залетело. Да. Единственное световое пятно, можно сказать, что, наверное, Олег, как я понимаю, никто не выиграл Волка за биваку для болельщиков. Никто не угадал. Вот хорошо, что ты, конечно, вспомнил об этом. Ну, распилимся. Потому что я только хотел сказать о том, что такого результата не мог предположить никто. Даже Волк. Волк за бивак. Да. Но ничего страшного. Этот приз у нас остается. Я думаю, что мы обязательно проведем еще какую-то там конкурс-викторину. И обязательно его разыграем. Поэтому 3-0 это, я вам скажу, 3-0. Давайте, у нас остается буквально пару минут. А еще хочется поговорить о Динамо. Динамо победила Анжи. Наверное, это своего прямого конкурента. Да, Сережа? Прямого конкурента. 2-0, достаточно уверенно. Хотя я тебе писал, что достаточно суетная такая игра была. Чувствовалось, что не хватает, может быть, исполнительского мастерства. Но желание было хоть отбавлять. Желание, движение было. Я тебе написал в ответ, что он на 30-й минуте получает травму Рыков. И у нас меняются, опять, центральные защитники. Получается, Хормин возвращается в центр. На его место пускают Козлова. То есть, защитная линия изменилась. Может быть, это повлияло. Но так играли. В принципе, они второй матч играли по той же схеме. Практически тем же самым составом. Панченко когда уже, кстати, вернется? Панченко вернется к Мартусу. К Мартусу все нормально. Он уже тренируется. Да, у него легкие тренировки. Он уже на базе тренировок. Он вернется. И, я думаю, еще Динамо усилится. И будем управлять ситуацией. Это да. А мы играем ЦСКА 7-0, а ЦСКА даст бой Спартаку. Вот так. Давайте посмотрим турнирную таблицу после 20 туров. Учитывая, что доступает зимняя пауза. Локомотив лидер. И Константин хоть и боится сглазить, но идет к чемпионству. Зенит и Спартак набрали по 37 очков. Но за счет того, что в личных встречах Зенит опережает. Краснодар. ЦСКА еще совсем недавно был на втором месте. И теперь спустился на пятый. Хотя, отрыв понятно, что два очка от все того же второго места. Идем дальше. Последняя, ну, нижняя часть турнирной таблицы. И мы отмечаем, что Динамо поднялось и уже на 12 месте. И вышло из зоны даже переходных матчей. С чем мы, в общем-то, поздравляем всех болельщиков Динамо. Друзья мои. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Скорее всего, до свидания. Нет, нет у нас больше времени. А еще так многое хотелось бы сказать. Но мы уходим. Уходим, может быть, не на зимнюю спячку, но на перерыв. Это абсолютно точно. Как говорится, пускай отдохнут футболисты. Ну, и мы с вами переведем дух. С наступающим Новым Годом, как говорится. С наступающим. Всего доброго. И болеем за своих. Пока. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова